Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Наконец-то, наконец-то отшумели эти праздники. Господи, как же я устала! Я думаю, что так может сказать практически каждый россиянин, потому что начиная с декабря месяца и вот кончая старым Новым годом, это был какой-то дурдом. Это был дурдом во всех отношениях, и каждый год это повторяется, повторяется и повторяется. Я как блогер могу сказать, что 18-й год для меня был хорошим. Я перешагнула рубеж 100 тысяч подписчиков, и это для меня большое достижение, потому что, ну, знаете, собрать взрослую аудиторию, тем более такую уникальную, мне кажется, удивительные женщины, в основном женщины, но даже есть и мужчины, которые, пожалуйста, не убегайте, оставайтесь и в следующем году с нами. Умные, знающие, тонко чувствующие. Мне всегда об этом говорят ваши комментарии. Ваше неравнодушие просто для меня это какой-то подарок. Это подарок для меня. Два последних видео вызвали просто шквал, шквал комментариев неравнодушных таких. Знаете, я была потрясена этим. Честно говоря, когда я сделала видео о том, что надеть на корпоратив, я подумала, что это будет видео «Дружеский совет». То есть, как с подружкой, вы знаете, советуешься или с близким человеком, что мне лучше надеть, это, это или это. Открою вам секрет, что в том видео было отснято не три варианта наряда, а пять. Два из которых я просто не стала включать в видео, потому что они мне, ну, изначально сразу не понравились, поэтому, ну, что их обсуждать, подумала я. Во время съемки этого видео я умудрилась навернуться с этих каблуков, с ботильонов, и хотя для кого-то это каблуки совсем не каблуки, но для меня, для непривычной, для меня это непривычно, я не использую в жизни каблуки практически никогда. Это послужило сигналом, и я решила по-любому не надевать каблуки на непосредственно вечеринку. И уж тем более, если такие устойчивые, я с них навернулась, то какие-то более тонкие, но это для меня просто опасно. Тем более, что я знала, что на корпоративе я буду снимать ролик. А что это означает? Это означает, что я должна перемещаться по залу, что я должна быть мобильной, а не думать о том, как бы мне не споткнуться об какую-то ступенечку, потому что ты не знаешь, ты впервые попадаешь в это помещение. И да, если у меня были проблемы с ногой, значит, я надела самые удобные, где нога была зафиксирована, свои ботинки. И, естественно, наряд был слеплен под эти ботинки. То есть брюки, которые, кстати, были блестящие. И да, просто меня удивило, что люди стали возмущаться, что почему я отделась по-другому. Дорогие друзья, ну разве у вас не бывает таких ситуаций, когда вы думаете, что вот будет так, 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 а в последний момент что-то раз происходит, и вы вынуждены просто что-то изменить. Но в любом случае, мне кажется, что как ролик, вот подготовка к корпоративу, это не было никаким ни обманом, ничем, это был вообще нормальный ролик. Этот ролик абсолютно соответствует стилю моего канала, темам моего канала, контенту, не побоюсь этого слова, моего канала. И говоря на языке ютуберов, это был годный контент. И вы знаете, что такие видео снимать, я говорила об этом неоднократно, для блогеров энергозатратно, все эти примерки, переодевалки, знаете, особенно взрослому человеку, как я. По результатам голосования выиграла платье. Да, большинство людей на этом сошлось. И я собиралась надеть именно его. Единственное, что меня в этой истории смущало, это то, что я на позапрошлом корпоративе в нем уже была. Но я подумала, что да, времена меняются, подумаешь, может быть, никто и не вспомнит. Но вот случай внес такие коррективы. Поэтому удивляло то, что люди на полном серьезе обиделись, обиделись, а тогда как бы обиделись те, которые мне рекомендовали надеть образ в бежевом жакете или синей блузе с велосипедистками. Ну, в общем, мне кажется, что наоборот, такой формат ролика интересен, потому что каждый высказывает свое мнение, читает другие комментарии, мы обсуждаем. И каждый все равно остается при каком-то своем мнении. Я вообще хочу переписать все свои видео на тему, как одеваться, как выглядеть моложе, потому что я во многом поменяла свое мнение. Я хочу также записать видео, почему я перестала смотреть модный приговор. Я вообще за эти годы немного изменила свое мнение на достаточно много разных моментов. Ну, в общем, сказать сложно, а объяснить придется. И я это обязательно сделаю. Я пришла к выводу, что я больше не хочу смотреть фэшн-блогеров. Я отписалась от практически всех. Я хочу иметь свое мнение, я хочу быть самой себе трендом. Знаете, когда я слушаю некоторых стилистов, которые пытаются фактически из кого-то сделать себя, а это всегда так происходит, потому что всегда есть индивидуальное восприятие себя. Человек воспринимает себя практически как идеал. Я сейчас говорю о тех, кто стилист. В принципе, это как бы так должно быть. И пытается слепить по своему образу и подобию человека. Он навязывает ему свое мнение. И очень часто я заметила, что это носит достаточно такой, знаете, унижающий достоинство другого человека посыл. И, знаете, вот все больше и больше меня стал в этом смысле даже бесить модный приговор, потому что, на мой взгляд, вот это вот унижение женщины, то, что она должна все время под кого-то подстраиваться, она должна подстраиваться, чтобы нравиться этому мужу, чтобы носить те платья, каблуки, там подчеркивать бесконечно талию. Знаете, это... Кстати, у меня есть видео, посвященное этому, называется «Не хочу быть женственной». Ссылочку я оставлю. В конце ролика будет такое окошко, кликните и попадете на него. Это все унижает женское достоинство. Ну, даже, я бы сказала, не даже не женское, может быть, а вообще просто человеческое, как личность. Поэтому, мне кажется, каналы, которые делают ставку сейчас на стиль и изменение другого человека под, так сказать, углом своего восприятия и степени звезды во лбу, которая горит, и звездной болезни, да, которая преследует очень многих стилистов. Вот это... Вот к этому ко всему я очень изменила свое отношение. Поэтому на моем канале отныне я буду пропагандировать исключительно один тренд, который называется «Сам себе тренд». Нужно прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим желаниям. И даже если это в глазах другого человека выглядит как-то нелепо, безвкусно или еще как-то это его проблемы, главное, что в тебе. Как ты чувствуешь, как ты ощущаешь. Да, конечно, есть какие-то общие понятия эстетики, красоты, пропорции, да. Но, но, повторяю, каждый человек индивидуален и должен действовать и воспринимать себя исключительно как уникальный. И я не знаю, я вот, когда я смотрю, когда стилисты предлагают свои консультации, я думаю, нет, к этой я не пойду, она вообще у меня не ассоциируется со мной вообще никак. К этой я тоже не пойду, потому что она использует такие цвета, которые психологически мне просто неприятны. Еще что-то, да почему я должна подстраиваться. В общем, короче, в следующем году мы будем на моем канале всячески, всячески культивировать индивидуальность и тренд, сама себе тренд, как я уже сказала. Ну, возвращаемся к разбору полетов. Ролик о корпоративе. Дорогие друзья, вы знаете, что такое снять ролик на корпоративе? Ты находишься там несколько часов, 4 часа, а должен сделать ролик 13-минутный, 14-минутный, 15-минутный, ну, хорошо, 25-минутный, но его тоже никто не будет смотреть такой длинный. Поэтому самый оптимальный вариант это до 15-ти минут. Туда должны войти самые интересные моменты, которые интересны зрителям моего канала. А что интересно зрителям моего канала? Даже по опросу. Дорогие друзья, вы любите смотреть аутфиты, наряды, кто что надел. И ну, я имею в виду в контексте вечеринки. Но посыпались гневные комментарии, типа да вы праздновать не умеете, в глазах у всех тоска, кто-то сидел там и с грустными глазами, не веселился. Наверное, у вас в коллективе не все в порядке, наверное, у вас что-то плохо. Да вы видели какой-то огромный коллектив? И это еще вообще не все были. У каждого человека есть какие-то свои переживания. Может быть, у человека с грустными глазами в данный момент, я не знаю, заклинило спину, и он сидел с грустным видом. Или дома что-то происходит, но он все равно пришел на корпоратив, чтобы немножко развеяться. Да, у него нет сил пуститься в пляс, танцевать и как-то наряжаться. Поэтому я снимала исключительно девушек, женщин наших, сотрудниц, которые были в хорошем настроении, которые сами с удовольствием снимались, и огромное, огромное им за это спасибо, которые дарили вам свои улыбки, пожелания, которые демонстрировали свои наряды, они готовились к этому вечеру, и посыпались какие-то какие-то комментарии, что они кривляки, даже противно смотреть. Да вы что, дорогие друзья, все пашут, все работают с утра до ночи, и просто пришли повеселиться. Следующая претензия была, а где мужчины, причем это довольно распространенная претензия, типа, а с мужчинами интересно, серьезно, правда, надо же, а мы не знали, нет, мы не знали, что с мужчинами интересно, оказывается, с ними интереснее. Дорогие друзья, я хочу сказать, у нас женский коллектив, но у нас мало мужчин, в этом году у нас даже хирургия отмечала в другом месте, поэтому, например, не было пластических хирургов с нами, некоторых сотрудников, которые постоянно в моих роликах тоже присутствуют, их не было, почему, потому что они просто отмечали в другом месте, они сказали, а мы пойдем своим коллективом в баню, окей, в баню, а мы пришли в дискотечный клуб в советском стиле, поэтому там была русская кухня с оливье, с грибочками, с оленями, какими-то такими, знаете, рулетиками, сыром, в общем, такая вот советская, российская, наша традиционная кухня, посуда тоже была соответственная, но посыпались и также упреки, что это какая-то привокзальная забегаловка, дешманские стаканы, еще что, дорогие друзья, вы что, вообще, корпоративы можно проводить даже с одноразовой посудой, главное, собраться и пообщаться в нетрадиционной обстановке, у нас клиника большая, работают люди по сменам, некоторые с кем-то не пересекаются, и на корпоративах есть возможность встретиться, пообщаться, потому что мы очень многие работаем долгие годы и встречаемся вот на корпоративах, у нас очень много филиалов клиник, кто-то работает вообще, ну, совсем в другом месте, допустим, раньше работал в нашем коллективе, потом перешел в другой филиал, и здесь мы встречаемся, то есть, женский коллектив, да, женский коллектив, а, женский коллектив, ну, да, поэтому все сидят, типа, злые, и все друг перед другом, у кого платье лучше, я вообще такого, вообще, в нашем коллективе даже ни разу не замечала, каждый старается просто одеться нарядно в соответствии со своим настроением, и тем, что у него сейчас происходит в жизни, у меня были на прошлых видео девушки, которые крутились в золотых колготках и мини-юбочках, а сейчас они сидели скромненько, и даже особо не танцевали, потому что буквально недавно родили детей, и да, но все равно пришли, потому что всем хотелось встретиться, в общем, не знаю, я очень старалась делать этот ролик, я не просто во время корпоратива снимала много, да, но потом выбирала лучшие куски, я еще и запарилась с монтажом, монтажом, я использовала трейлер по голливудскому типу, да, когда вот идет такая нарезка, нарезка, нарезка самых лучших кадров, поцелуйчиков, все такое, вы знаете, сколько времени я потратила, чтобы сделать этот ролик, причем после корпоратива я прям вот демно и ношно, можно сказать, это монтировала, чтобы ролик вышел именно в старый Новый год, чтобы все было в тему, потому что уже вот на этой неделе выпускать очередной новогодний ролик уже было бы совсем не алло, не алло. Вы не умеете праздновать, вы не пишете сценариев, вы, у вас даже артистов нет никаких ни выступлений, ничего. Дорогие друзья, у нас были роскошные артисты, известные, которых просто было нельзя снимать, и нас предупредили, поэтому я, которая выкладываю на весь мир, на весь YouTube свои ролики, вообще не могла их снимать, потому что мне бы потом прислали бы страйк на нарушение авторских прав. Поэтому концертную программу, концертную часть я вообще не снимала. И вот сложилось впечатление, что девчонки покривлялись, подемонстрировали свои платья, поулыбались, ну я не знаю, дорогие друзья, ну я хочу сказать огромное спасибо всем своим коллегам, которые приняли участие в этом ролике, снимались, показывали свои наряды, огромное вам спасибо, я вас очень-очень люблю, также я люблю вас, дорогие мои любимые зрители, но у меня к вам просьба, то, что вы меня оскорбляете, что я там плохо оделась, не так, что где мои кудри, где мое то, где мое это, что я тяжеловатая, что имея очень много нарядов, я оделась в тюле занавески, что я прям вообще была какая-то прям совсем ужасная, но у меня был классный, стильный наряд, он был сверкающий, он был летящий, он был мобильный, то, что надо для репортера, что касается сумки, она у меня все время должна была висеть, и маленькую я не могла взять, потому что у меня периодически туда я складывала камеру, фотоаппарат, селфи-палку, еще телефон у меня довольно большой, и поэтому да, мне нужна была такая сумка, но в конце концов, вы-то мои образы уже видели накануне, а для того, чтобы снять полноценный хороший ролик, я не могла нарядиться в какой-то платье, каблучки и порхать среди порхающих юных девушек, хотя в принципе хочу вам сказать, что не такие уж все юные, все взрослые, за 30, за 40, практически все, кого я показывала, просто хорошо выглядят, просто замечательно, ведь я работаю в клинике эстетической медицины, и поэтому у нас все такие красотки, так что дорогие друзья, на самом деле я вам очень благодарна, такая активность, такие комментарии, ленты, которые возникали под этими роликами, это все, это все очень меня мотивирует на то, чтобы снимать и снимать другие ролики, очень хочется снимать, также я хочу всех поблагодарить за ролик, который у меня на данный момент очень хорошо пошел, неожиданно, сначала его как-то плохо смотрели, это Санкт-Петербург новогодний, действительно очень красиво все показано, как мне кажется, хотя я фактически снимала только Невский проспект, не удалось мне в других местах поснимать, но мне хотелось именно прокомментировать, создать такую тихую, уютную обстановку теплого вечера на фоне в общем-то сурового, климата петербургского на фоне вот этого зимнего темно-синего неба с падающим снегом, поэтому я включила съемку именно, что мы в кафе зашли, как бы немножко согрелись, поймали вот эти вот новогодние рождественские ароматы глинтвейна, кофе, корицы, то есть ролик, мне кажется, получился такой даже с ароматом можно сказать зимнего Петербурга, так что огромное спасибо, что вы смотрите и благодаря вашим просмотрам и репостам, тем, что вы делитесь этим видео, ролик пошел, полетел по Ютубу, надеюсь, что его будут смотреть те, кто не был в Петербурге и после просмотра этого ролика они захотят приехать даже именно зимой в наш замечательный город, тот день, когда я выложила ролик о корпоративе и посыпались вот эти вот комментарии с упреками, мне было так обидно, потому что я так старалась, я снимала, я монтировала, я столько времени, столько сил вложила в эти два ролика и получала такие гневные комментарии, меня бомбануло в какой-то момент, но честно скажу, я пригасила свое желание прям немедленно записать по горячим следам видео и в общем-то очень правильно сделала, потому что на сегодняшний момент, на данный момент меня абсолютно отпустило, сейчас я уже могу спокойно аналитически записывать вот это видео и для меня это тоже важно поговорить с вами и на самом деле поблагодарить, потому что то неравнодушие, которое вы проявили, это вот прямо для меня самое-самое-самое-самое-самое главное. Ну все, дорогие друзья, я надеюсь, у нас с вами получился классный разговор, спасибо вам огромное за все-за-все-за-все. начинаем новый 2019 год, будем реализовывать новые планы, будем работать, ну это я сейчас о себе, что я буду работать на своем канале, для того, чтобы вам было еще интереснее смотреть мои видео. Ну и хочу сказать тем, кто, может быть, смотрит это видео, но не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение и не пропустить ни одного интересного видео. Ну и конечно, буду всем благодарна за лайки, дизлайки, но лучше, конечно, лайки. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока.